Привет, друзья! Сегодня у меня будет видео про хардмона. Давно меня просили, скажем так, поделиться своими какими-то финальными по нему впечатлениями. Точнее, даже больше вопросов было о том, почему я все-таки не использую его при ловле щуки. Хотя изначально, когда он только у меня появился, я как бы говорил, что буду использовать его для щуки и так далее, и так далее. Кстати, Глебус подарил мне на день рождения кружку с клоуном Пеннивайзом. Он увлекся этим персонажем, и теперь у меня в квартире эти Пеннивайзы периодически встречаются. Ну, в разных, так сказать, видах. Ладно, не буду отвлекаться. Так вот, действительно, я сначала планировал использовать хардмона для ловли щуки, но потом подумал, что все-таки сподручнее мне использовать скрутку, ну, или любой другой, скажем так, металлический материал, уже готовый, то есть в виде поводков. Почему? У меня обычно 4 удочки в лодке. Я, как правило, всеми четырьмя ловлю. Ну, тремя точно, одна как бы там, так или иначе, в запасе. То есть, когда какая-то активность щуки, она может любой поводок один за один раз, соответственно, металлический искромсать. То же самое она, естественно, может сделать с поводком из хардмона. То есть, могут появиться какие-то заусенцы, и мне придется эти поводки дома заготавливать, чтобы не вязать их, соответственно, там на пруду. Ну, просто это, чтобы не терять время, это логично. Понятное дело, что навязать можно, но зачем? Отсюда получается, что я просто посчитал, что если интенсивность какая-то будет уничтожение поводков, мне не хватит заготовительного материала. И для этих целей проще использовать все-таки струну. Касаемо второго момента, именно целесообразности в плане того, что все-таки хардмона дает условную прозрачность, я, честно говоря, не верю, что щуке это надо. Вот сколько я уже не ловлю, ну, не верю я в то, что для щуки это играет роль. Возможно, я в этом и не прав, утверждать не буду. Если что, пожалуйста, в комментариях выскажите свою точку зрения, потому что я знаю, что существует глупо... Группа... Оговорочка-то по Фрейду. Существует... Нет, я так не думаю, на самом деле. Существует группа людей, которая любит ловить щуку на флюр и предпочитает только флюр, ну, естественно, толстый для поводков на щуку, и считает, что в воблерах там это важно. Нет, я так не считаю, в общем-то, не вижу здесь никакого смысла. Даже с той точки зрения, что, как ни странно, тонкая струна будет легче толстого флюрового поводка или из хардмона. Вот поэтому вот эти вот две причины, почему я не ловил щуку на хардмона, на воблеры. Касаемо же самого хардмона, какие первые впечатления я высказывал в том видео, где делал его обзор, они не изменились. То есть, это реально... Мне материал понравился. Считаю его одним из лучших и перспективных на данный момент среди условно невидимых. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем говорю. То есть, типа флюра, да, которые имеют определенный коэффициент преломления в воде и практически невидим. Возможно, есть какие-то еще более перспективные материалы. Да я точно знаю, что есть. Там у Дайва есть какой-то материал. Там цена что-то там, какая-то там за 5 метров, то ли 35 долларов. Ну, что-то такое космическое, что, в общем-то, перестает даже как бы быть целесообразным его использование. Где я буду использовать хардмона на будущий год? Собственно, там же, где я использовал его и до этого. Ловля окуня, ловля головля, ловля судака. Начну с судака. С судака, я считаю, до сих пор я не пришел к тому, важен ли флюр или не важен для него. Но часто, когда я знаю, что условно места, где я ловлю судака, они судаковые, то есть щуке выход там, вероятность небольшая, я ставлю там флюр. Иногда, конечно, выходит щука и, соответственно, срезает. Теперь я ставлю там только хардмона. Второй момент ловля головля на воблеры. Вот кадры из той рыбалки примечательной, где хардмона проявился во всей красе. То есть щуки клевали с завидным постоянством вместо головля. И если бы у меня стоял там флюр, обычно я ставлю 4,5 килограмма, сиглон от Sunline, 100% он бы вышел. То есть это уже гарантированно, никакой надежды на него нет. В то время стоял его аналог от хардмона, тоже 10-либровый, ну примерно такой же по толщине, там плюс-минус. И он выдержал 5 или 6 щук, я не помню, сколько я в тот день поймал. Но тем не менее, я даже его специально не менял, хотя на нем были уже заусенцы после двух щук. Но тем не менее, оставил, рискнул воблером и, в общем-то, эксперимент прошел удачно. Всех щук он выдержал. Хотя в линейке вот 10-либровый сиглон, он самый как бы считается такой. Ну, самый все-таки его щука может срезать при удачном стечении обстоятельств. 20-либровый, я думаю, что практически исключено. Можно, но именно это все стремится к нулю. Именно желание щуки его отрезать у вас воблер на этом хардмона. Ну и, соответственно, ловля окуня. Я исключаю, конечно, поводковые оснастки, потому что расход хардмона будет тогда достаточно большой, а он материал недешевый, но при простой ловле окуня, джигом, микроджигом, то есть, скорее всего, по возможности, где нужен такой толстый этот, я буду заменять хардмона, буду заменять флюр хардмона. И считаю, что это оправдано. То есть, материал, если говорить про общие выводы, материал меня действительно порадовал. Я в нем нисколечки не зачаровался. Просто вот насчет щуки и пришел к такому, к тому, что, в общем-то, на мой взгляд, это не совсем целесообразно. Что ж, если вы по-другому считаете, именно вот мне хочется про щуку послушать, пожалуйста, давайте в комментариях устроим какую-то дискуссию, это обсудим. По крайней мере, будет интересно услышать другие мнения. Все равно, наверное, как бы, может быть, к какому-то консенсусу мы в итоге и придем. Но в любом случае пообщаемся. Так, кажется, я насчет хардмона все сказал. Ничего не забыл. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот короткий видеоролик был для вас интересным. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok